Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и я, Гульнур Жакен. Сегодня в программе. В Карагандинской области пойманы на коррупционных правонарушениях и исключены из партии Нур-Отан два чиновника. Знать государственный язык сегодня престижно. Военные Караганды провели конкурс «Государственный язык. Мой родной язык». Сразу два заместителя Акима Нуринского района Карагандинской области пойманы на коррупционных правонарушениях и исключены из партии Нур-Отан. Хаким Беков подозревается в том, что путем обмана и злоупотребления доверием получил лошадь стоимостью 350 тысяч тенге за победу фермерского хозяйства в конкурсе по выделению земельных участков. Второй заместитель Акима Досполбик Маганбетов использовал служебное положение в корыстных целях, как при распределении тендеров, так и в вопросах продвижения своего бизнеса. Хаким Беков на период расследования отпущен под денежный залог. Чиновник заплатил на счет управления государственных доходов 500 месячных расчетных показателей, то есть 991 тысячу тенге. Как известно, чиновникам запрещено заниматься бизнесом, но заместитель Акима Досполбик Маганбетов пренебрег этим запретом. В комиссию партийного контроля областного филиала партии Нур-Отан обратились жители поселка Киевка. Они пожаловались на коррупционные правонарушения со стороны заместителя Акима Нуринского района Досбола Бекмаганбетова, а члены партийного совета решили изгнать его из рядов партийцев. Кроме того, партия направила ходатайство в дисциплинарный совет департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции о рассмотрении материалов в отношении Бекмаганбетова. Знать государственный язык сегодня престижно. Военные караганды провели конкурс «Государственный язык – мой родной язык». Подобные конкурсы становятся традиционными и укрепляют интерес к изучению казахского языка. Государственная программа развития и функционирования языков Республики Казахстан основывается на опыте правового регулирования языковой политики 30 зарубежных стран. Развитие государственного языка является важнейшим фактором укрепления национального единства и направлено на полноценное удовлетворение духовно-культурных и языковых потребностей граждан. Государственный язык – это история, культура и лингвистический капитал казахстанцев. Сегодня может осуществлять потенциальное движение вперед только интеллектуальная нация. Подобные курсы и предназначены для популяризации широкого применения государственного языка. Учить государственный язык для меня большая честь. Мы очень старались. Будем выступать сегодня. В Казахстане реализуется программа трехязычия. Это очень импонирует нашим потенциальным партнерам в мире. Реализация поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов. Доля казахстанцев, владеющих государственным языком, должна возрасти с сегодняшних 60 до 95%. Доля казахстанцев, владеющих русским языком, составит не менее 90%. Доля казахстанцев, владеющих английским языком, составит порядка 20%. Государственная программа развития и функционирования языков Республики Казахстан на 2011-2020 годы предусматривает введение гармоничной языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане. Сегодня на стадионе «Шахтер» прошла встреча инициативной группы партии «Нур-Отан» по разъяснению народу послания президента Казахстана. Специалисты инициативной группы объяснили собравшимся работникам стадиона, о чем говорится в послании президента страны Нур-Сутана Назарбаева, а также рассказали о его программе «Нур-Лыжол. Путь в будущее». Участники встречи смогли задать интересующие вопросы своим собеседникам. Перед коллективом стадиона «Шахтер» выступила представитель инициативной группы по разъяснению послания президента страны Айгуль Абельгазина. Она отметила, что Нур-Сутан Назарбаев в своей предвыборной программе говорил о том, что никакие троедии, которые сегодня потрясают всю планету, нашу страну не коснутся. Для этого глава государства приложит все свои силы, чтобы в Казахстане не было кризисных финансовых ситуаций. На данный момент нам нужна была программа, документ, которая поставила бы перед народом определенную задачу, чтобы мы не оглядывались на то, что происходит в других соседних государствах, а шли спокойно к своей цели. Цель поставлена на 30 развитых стран. Когда была поставлена цель 50 развитых стран, все усмехались, некоторые недоверимо отнеслись к такой высокой высоте. Но по всем тем данным, которым надо было войти в эти 50 развитых стран, Казахстан вошел. Госпожа Абилгазина в своем выступлении отметила, что для стабилизации экономики в стране были выделены деньги. Эти средства помогут казахстанцам спокойно жить и работать на благо своей страны. Сотрудники стадиона «Шахтер» смогли задать своему оппоненту интересующие их вопросы. Люди получили исчерпывающие ответы. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. По инициативе областного управления образования в Караганде уже второй год подряд проводится акция для детей «Безопасное лето». Она призывает к тому, чтобы уменьшилось число детского дорожно-транспортного травматизма и возникновения пожаров. Данная акция проводится во всех городах и районах Карагандинской области. В течение всего летнего периода дети будут заняты веселыми конкурсами и викторинами. Цель мероприятия – рассказать детям и их родителям о правилах дорожного движения, о безопасности поведения на воде и что нужно делать в случае возникновения пожаров. Данная акция у нас проводится, во-первых, в каждой организации образования. Это в рамках летних пришкольных площадок, летних лагерей. Проводится также она и вот такие вот массовые мероприятия, которые проводятся в общественных местах для правородействительной работы среди родителей и населения. Сегодня акция «Безопасное лето» была проведена на площади республики, где приняло участие 120 детей. На следующей неделе мероприятие пройдет в Осокаровском и Актугайском районах. Жители новостроек 117 микрорайона в Тимиртау утопают в воде. Огромная лужа на проезжей части улицы образовалась еще месяц назад. Правда, откуда она появилась, выяснить коммунальщикам пока не удается. Именно потому местные власти устранять проблему не спешат. Все подробности в репортаже Мирамгуль Салкимбаевой. По этой дороге жильцы новых многоэтажек ходят каждый день. С недавних пор часть их пути пролегает через огромную лужу. Вода, которая появилась месяц назад, заблокировала единственный проход. Теперь, чтобы пройти через него, людям приходится обходить весь двор. А с такими расстояниями народ просто не справляется. Мы все жильцы нашего комплекса молодого, который вот только что начал существование свое, обращаемся к властям нашего города и всем службам, которые компетентны в этом случае, чтобы помогли решить эту проблему. Понимая, что своими силами ситуацию не решить, тимиртаусцы обратились в Акима от города. Однако все напрасно. На просьбу не откликнулся даже председатель КСК, возмущаются жильцы. И начали многие жильцы жаловаться на то, что невозможно уже подъехать. То есть, да, проблема не решается. Коммунальщики обещают устранить лужу только после того, как выяснят, кому она принадлежит. Для этого специалистам предстоит проверить территорию. Однако говорить об этом на камеру они отказались. Между тем, жильцы опасаются, что вода может дойти до подвала. Мирамгуль Салкимбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Полицейские Караганды по горящим следам задержали двух преступников, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера. Вечером 6 июля в Центр оперативного управления позвонила заплаканная девушка и сообщила о том, что ее изнасиловали. На место происшествия был направлен экипаж полка дорожно-патрульной полиции. Девушка смогла подробно описать своих обидчиков и благодаря установленным камерам видеонаблюдения подозреваемые были замечены на одной из улиц Майкудука, где их задержали стражи порядка. Одному преступнику 25 лет, а второму 21 год. Все задержаны и опознаны потерпевшие. На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Общественный транспорт развит во всем мире. А знаете ли вы историю общественного транспорта? Он получил широкое развитие в 19 и первой половине 20 века. Как появился транспорт и кто его создал, расскажет наш корреспондент Лариса Хусаинова. Раньше не было понятия автобус. Его называли амнибус. Создателем публичного амнибусного обслуживания во Франции в Нанте в 1826 году был бывший офицер Станислас Бодри. Выйдя в отставку, он открыл на окраине Нанта мельницу. А чтобы использовать с толком ее тепло, построил баню при ней. Для привлечения клиента в баню и была организована амнибусная линия. Вскоре Бодрий заметил, что многие пассажиры ездят на амнибусе не только в баню, а сходят, не доезжая до конечной остановки. Это натолкнуло его на мысль о том, что его транспортное средство имеет ценность. А знают ли историю транспорта жители Караганды? Мы решили это проверить. В Англии бусы появились в 1861 году, по-моему. Больше ничего не могу сказать. Да что еще автобусы? В 1861 году. Начинались первые у нас движения. Это советские микроавтобусы. Микроавтобусы советские были. Потом перенимали на новые. И хотя наши горожане довольно-таки образованы, но самую первую версию появления транспорта они не смогли сказать. Автобусы, самолеты, трамваи, троллейбусы, такси, рикши. Каких только видов транспорта нет. Общественный транспорт совсем не роскошь. Но он необходим большинству жителей крупных городов. Его услугами каждый день по будням и праздникам пользуются миллионы людей. Они спешат на учебу, работу, стремятся попасть в другие города и страны. Иногда он доставляет нам множество неудобств. Пассажирский транспорт постоянно опаздывает, когда особенно нужен. Но без него жизнь в современном мегаполисе моментально остановится. Пассажирский транспорт востребован во всем мире. Несмотря на то, что у многих есть свои автомобили, общественный транспорт пользуется большой популярностью. Личный автомобиль, конечно, обеспечивает гораздо большую скорость поездки и при высоком комфорте, но и приносит он множество проблем. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Завтра вечером, 10 июля, вновь перекроют проспект Бухаржирау. Чиновники города будут заниматься спортом на главном проспекте Караганды. Именно так слуги народа хотят поздравить с прошедшим днем рождения столицу. Планируется, что в 7 часов вечера перекроют дорогу от стелы независимости до главного флагштока, что на юго-востоке Караганды. Представители власти на таком большом расстоянии покрутят педалями велосипедов. Правда, пока остается неизвестным, кто им предоставит двухколесный транспорт. Кроме того, поучаствовать в этом мероприятии смогут и сами жители, и гости города. Главное условие велосипедной гонки не должно быть больше 200 человек. Таким велопробегом карагандинцы еще раз поздравят с днем рождения нашу славную столицу. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Амадсова была «Сдар». Субтитры создавал DimaTorzok